МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз всем привет! Сахалин не спит. Продолжаем все вместе смотреть горнолыжный спорт. Находимся на склоне горного воздуха, где в эти дни проходит четвертый этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Здравствуйте, уважаемые телезрители и любители горнолыжного спорта. Для вас с большим удовольствием у микрофона уже по традиции работают влюбленный в Сахалин. Комментатор Андрей Симонов и мои коллеги Вячеслав Молодцов, тренер сборной России и Раис Сайфулин, многократный призер всесоюзных соревнований по горнолыжному спорту. Здравствуйте, дорогие телезрители! Еще раз приветствую вас на этой передаче, где мы все вместе болеем и переживаем как за наших спортсменов, так же за спортсменов других стран и тех, кто представляет их на этих горнолыжных трассах. Итак, обратите внимание, сегодня шестой соревновательный день, а нам показывают видеоклип по итогам предыдущих соревновательных дней, когда проходил супергигант. Первый и второй супергигант. Напомню, что 17 февраля сборная России под руководством Александра Назарова, которого мы буквально несколько секунд назад видели крупным планом на своих телевизорах, наша команда завоевала долгожданные золотые награды. Юлия Мосова выиграла и Иван Францев. Абсолютно верно. Сегодня есть возможность у сборной России повторить как минимум успех двухдневной давности. Сегодня после первой попытки в гигантском слаломе в двух из шести категориях представители нашей страны впереди планеты всей. Пока это наши дамы, все на плечах хрупких наших женщин. Юлия Мосова в категории слабовидящих спортсменок и в категории стоячих у женщин лидирует после первой попытки Варвара Варанчихина. И Варвара опережает не кого-нибудь, а восьмикратную паралимпийскую чемпионку француженку Мари Боше на 1 секунду и 3 сотых. Расписание сегодняшнего соревновательного дня именно во второй попытке было только что на ваших телеэкранах. Хотелось бы поверить в то, что Варваре удалось сегодня поймать птичку удачу за хвост. Хотелось бы надеяться на то, что она крепко ухватит ее за хвост и не отпустит до самого окончания соревнований. И чтобы она им принесла не только удачу, но и долгожданное событие, которое мы все ждем с нетерпением. Надеемся, что Варвара четко выполнит всю тренерскую установку, которую ей дадут тренерский штаб на старте. И, как говорится, покажет наивысокий результат. А сейчас мы наблюдаем с вами сейчас открывающий, который едет по трассе с камерой, дает возможность посмотреть глазами спортсмена, глазами гонщика как раз, то, как он себя чувствует, что он видит про прохождение дистанции. Сумасшедшая скорость. Если в скоростном спуске скорость спортсменов иногда достигает и даже превышает 100 км в час, то здесь, в гигантском Слаломе, какая скорость? Здесь скорость и поменьше, здесь примерно около 70, там лидко выходит до 80 км в час. Как правило, средняя скорость около 70 км в час. Ну, тем не менее, дисциплина является технически сложной. Здесь довольно-таки много поворотов, виражей. Как правило, нет плоского введения лыж, как правило, поэтому все время на контах. Вот что, собственно говоря, мы сейчас и видим. Это один сервисмен из нашей команды сейчас как раз подготавливает лыжи. И как раз сейчас, вот видите, лежит инструмент, так называемый уголок с алмазным файлом, тем, которым он сейчас поправляет те самые конты, которые должны быть очень острые, как лезвие. Тем более, поверхность трассы сейчас абсолютно ледяная. И поэтому особое внимание уделяется как раз подготовке контов. А это Анастасия Хорошева сейчас разминается перед стартом. Анастасия Хорошева будет выступать в одной группе вместе с Варварой Ворончихиной. И пока Анастасия после первой попытки на четвертой позиции мы находимся. Наши камеры находятся в стартовом городке. Напомним коротко, две попытки в гигантском славоме проходят в один день. После первой попытки небольшой перерыв. И вот спортсмены уже все в стартовом городке готовятся ко второй попытке. Сумма по итогам двух заездов, у кого лучше, тот и чемпион. Правила простые. У кого лучше сумма по времени по итогам двух заездов, тот становится чемпионом. Ну и небольшая добавка к этому. Трасса всегда вторая ставится новая. Изредка только бывает на соревнованиях. В зависимости от условий их корректируется. Но, как правило, ставится новая трасса. Та трасса, которая уже стоит сейчас, на одни ворота больше. То есть это сразу подразумевает, что она несколько круче. Естественно, время, которое будут показывать спортсмены, будут несколько больше. Усилия тоже больше. Но это и видно по цифрам, которые у нас на экране. 50 ворот и постановщик трассы Финн Розман. Кстати говоря, очень неплохо дебютировал другой представитель Финляндии, Сентри Кивери, в группе стоячих у мужчин. Он на втором месте после первой попытки. Посмотрим, что будет дальше. Вновь нам показывает Анастасию Хорошеву. Приглянулась она нашему оператору. Больше остальных спортсменок. Ну и, естественно, и комбинезон, в котором она стартует. С теми защитными ставками, которые могут убираться. Давайте еще раз поблагодарим ответственного за экипировку в нашей команде. Андрей Духнин, поставщик экипировки для сборной России по паралимпийскому горнолыжному спорту. Давайте скажем, что вообще здесь, на Сахалине, губернатор сам по себе, спортсмен, очень любит горные лыжи. Министерство спорта работает великолепно. И мы видим, на каком высоком хай-левел уровне организованы соревнования. Здесь, на острове Сахалин. Вопросов и у спортсменов, и у нас, комментаторов, организаторов практически никаких. И мы видим ту отдачу горного воздуха. И мы видим, как здорово здесь работают детские секции. Как любят и постоянно вспоминают ветеранов горного воздуха. Абсолютно верно. Здесь нужно сказать, что вообще очень правильное отношение к спорту и к развитию спорта, к физкультуре на острове. Вообще правильное, скажем так. Здесь присутствует довольно-таки большое обилие различных спортивных школ по разным видам спорта. И особенно зимним. Наличие ледового дворца, горнолыжной базы, лыжного стадиона, школы по прыжкам на лыжах. Говорит о многом сейчас. Это несомненно. Ну и при этом можно сразу же отметить, что упомянув губернатора сегодня, можно добавить, что у него лично был интерес к той экипировке, в которой находилась наша сборная. Почему только сборная? Видимо, вопрос был сформулирован в таком виде, что острие его приходилось на то, чтобы экипировать, возможно, и сахалинскую сборную. Такой же красивой, такой же удобной, такой же функциональной формой, которая присутствует на наших спортсменах именно сейчас. Почему бы и нет? Рейс-директора мы видим, как всегда сосредоточено. Аня. Да, губернатор Сахалинской области Лимаренко очень любит спорт. Кстати говоря, сам он заядлый рыбак. Любит кататься на горных лыжах и любит баню. Ну, остров находится вокруг, окружен водой. И, разумеется, уж кому как не рыбачить, так это жителям Сахалина. Великолепный регион с великолепными людьми, великолепной погодой. Природа здесь потрясающая. Природа здесь просто, вы знаете, сказка настоящая. Нам и с Раисом Сайфулиным, и с Вячеславом Молодцовым очень нравится на Сахалине, друзья, и работает для вас. Мы влюбленные в горные лыжи. Я надеюсь, что с помощью нашей трансляции вы все лучше и лучше разбираетесь в этом виде спорта. И, быть может, даже кто еще, если не встал на горные лыжи, придут в горный воздух и воспользуются этой возможностью. Горный воздух находится в самом городе, в Южно-Сахалинске. Буквально 5-10 минут на автомобиле, и ты в потрясающем месте, в спортивном объекте. Итак, поехали. Лидия Флигель, представительница Российской Федерации, и ее лидер Алексей Майоров. Это группа слабовидящих женщин. Здесь выступают две спортсменки. Флигель и Юлия Мосова. Флигель в первой попытке проиграла Мосовой 6,5 секунд и финишировала с результатом 1 минута 47 секунд и 72 сотых. И у Мосовой, и у Флигель фактор одинаковый. 89-12, они выступают в группе B3. Абсолютно верно. Сейчас они находятся на дистанции. Ну, для людей немного сложновато эта трасса, эта поверхность. Но, тем не менее, смотрите, она сроки сражается. Большой проигрыш у нее был относительно Юлии Мосовой. Но, тем не менее, все равно в любом случае имеет смысл сейчас побороться. И да, какой смысл тогда вообще было выходить на старт. Фактор тайминг у нее 89,12%. Сейчас уже доходится примерно на середине дистанции. А для наших зрителей дополнительно поясним, чтобы не вводить никого в заблуждение, что первую попытку все спортсмены стартуют в порядке жеребьевки. То есть, по количеству рейтинговых очков или фисовских очков. А вторую попытку стартуют по местам, которые они заняли в первой попытке и в обратном порядке. То есть, спортсмены, которые прошли дистанцию слабее, стартуют в первую очередь. А спортсмены, которые показали наивысший результат, стартуют за ними. Абсолютно верно. И сейчас стартует уже Юлия Мосова, которая выиграла первую попытку перед Юлей Флигель. У нее она показала много лучшее время. Сейчас она стартует уже во втором номере, скажем так. И находится на дистанции. Юлия Мосова, это действительно солидный гандикап. И, конечно же, здесь основная задача у Юлии, понимая о том, что только две участницы в этом виде программы, основная задача доехать и, может быть, даже не всегда рисковать. Давайте посмотрим на этот критерий. Здесь уже на первой отсечке по сумме двух времен 7 секунд и 15 сотых выигрывает Юлия Мосова. В свою очередь, Лидия Флигель вторую попытку преодолела с результатом 1.44.16. И это на 3,5 секунды лучше, чем было время в первой попытке. Напомню, что попытка первая проходила чуть под немножко другой конфигурацией трассы. Разница в том, что мы уже говорили, ворот было 49, а во второй попытке ворот 50. Да, это говорит о том, что постановка более плотная сейчас, то есть на дни ворота. Если среднее примерно расстояние в гигантском салоне между воротами примерно 26-27 метров, то можно представить, что сейчас примерно в каждых воротах расстояние стало примерно на полметра короче. Сейчас они финишируют. И первая позиция у Юлии Мосовой. Сегодня мы поздравляем Российскую Федерацию с третьей золотой наградой, дамы и господа. На домашнем для себя четвертом этапе Кубка Мира в Сахалине есть золото и Юлия Мосова. Таким образом, становится уже двукратной победительницей домашнего этапа Кубка Мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Сегодня обязательно услышим гимн Российской Федерации. Я надеюсь, что услышим его дважды, потому что только что отправились на дистанцию стоячие женщины, которые выступают именно в этой группе. Четыре здесь спортсменки. Анастасия Хорошева открывает квартет. Далее будет Вигна Шмидт из Швейцарии, Мари Боше и Варвара Варанчихина. Лидер первой попытки. Мы видим, что она достаточно уверенно, выполняя установки нашего тренерского совета, доходит практически до финиша. Думаю, ей не составит труда пройти эти последние метры, спокойно пересечь финишную черту. Ну, надо сказать, что Настя немного посмелее идет вторую попытку, чем первую. Это видно даже визуально. Финиширует. Молодец. Результат суммарный по итогам двух попыток. Три минуты, 15 секунд и 23 сотых. И вторую попытку она преодолела с результатом 1.39.62. Стремительно отправляется на дистанцию теперь швейцарка Бигна Шмидт. Возможно, она поверила, что еще есть возможности. Но вот таким сносом с поворота она как-то неуверенно себя проявила. Тем не менее, 13 секунд выигрывает она сейчас в промежуточной отсечке у Анастасии Хорошевой. Давайте скажем о том, что у Шмидт фактор тайм 96.31. Да, намного динамичнее в любом случае она идет сейчас, чем Анастасия. И тем не менее, уже 15.75 на второй отсечке. Надо сказать, наращивает она свое преимущество. Но не это главное сейчас, потому что главная интрига будет впереди. Без палок здесь Шмидт выступает в силу своих. Да, в силу своего недуга она не может использовать палки. Ну и, соответственно, это даже запрещено правилами. Дело в том, что согласно классификации каждый спортсмен имеет право использовать тот или иной инвентарь. В данном случае Бигна Шмидт палки не имеет права использовать. 19.05 выигрывает она у Анастасии Хорошевой и занимает первую промежуточную позицию. Вторая попытка у нее с результатом 1.2838 на полсекунды лучше, нежели в первый раз. И внимание на дистанцию. Восьмикратная паралимпийская чемпионка Мария Боше из Франции. В первую попытку она преодолела с результатом 1 минута 15 секунд и 21 сотая. Намного тоже поувереннее она сейчас идет по второй дистанции. Но, надо сказать, зачастую, как и всегда в технических дисциплинах, вторую попытку спортсмены всегда идут более уверенно и даже частенько чаще рискуют, потому что уже понимают, каждый за какую позицию они в протоколе борются. Вот, поэтому сейчас 15.42 на промежуточной отсечке она выигрывает у шпицарских спортсменок. Но не это главное. Главное у нас впереди, потому что мы все ждем старт Варвары Варанчихиной. Да, видите, друзья, мы переживаем все и Раисы, и Вячеславы. И, конечно же, я очень сильно переживаю за Варвару. Пока у Варвары нет золотых наград на домашнем этапе Кубка Мира здесь, на Сахалине. Есть только серебряные медали в количестве четырех штук. Так, ждем финиша Мари Буши. Это основная соперница, пожалуй, у Варвары Варанчихиной. Секунду и три сотых Буши проиграла в первые попытки россиянки здесь. Ну, сейчас она поставила свой ориентир, на который уже стоило бы смотреть и равняться, и успеть настроиться на старте. Хотя у Варвары единственная цель и настрой на то, чтобы совершить как можно меньше ошибок и пройти трассу в максимальном темпе. Ну что, с Богом, Варвара! Погнали! Очень мне нравится манера езды Варвары. Да, довольно-таки сейчас агрессивно она идет сейчас по трассе. Видно сразу, что четко старается выполнить всю установку тренерского состава. И это главное, потому что тренер со стороны видит, что необходимо сделать спортсмену на трассе. Хорошо подрезает она, хорошо вводит лыжи в поворот, видно, хорошо подготовлен у нее инвентарь, и она четко этим пользуется. И 2.33 уже выигрывает у Боше Варвара на первой отсечке. Главное, не сбавлять. Главное, сохранить сейчас именно тот темп, которым она идет по трассе, без каких-либо видимых ошибок. И это главное сейчас. Да, и, конечно же, холодную голову. 2.89 наращивает свое преимущество Варвара Варанчихина. Хорошую оптимальную траекторию сейчас она выбирает по трассе. Главное, сохранить ее сейчас до финиша. Очень хорошо по наименьшей траектории проходит всю эту дистанцию Варвара Варанчихина. Очень близко к флагам, атакует их практически. Активно, активно. Сейчас секундомер покажет эквивалент ее активности. Хороша Варвара! Есть! Есть первое место. 3.54 выигрыш у самой Мари Буше, у восьмикратной чемпионки мира. Посмотрите на ее выражение. Она не верит своим глазам, а мы-то верим, друзья. Есть, есть первая золотая награда у Варвары. Браво! В хорошем стиле. Браво, Варя. И тренеров, тренеров поздравляем. Это их заслуга. И первого тренера Варвары Юрия Васильевича Пешкова. И тренера нашей сборной Назарова Александра Викторовича. С такой желанной, желанной наградой, которую она сейчас завоевала для нас. Пусть в ней быстрее и дальше развивается одна хорошая привычка. Привычка побеждать. Абсолютно верно. Рано или поздно это должно было случиться. Потому что ведь у самой Мари Буше-то уже, возможно, не было какой-то либо мотивации. Она привыкла побеждать. Зато какая была мотивация у Вари. Находиться вторым номером за спиной Буше она просто не желает. Вот теперь это четко было видно, что она может это сделать. Она может и она в дальнейшем будет это делать. А мы видим изо дня в день она наступала на пятки. Но ступала неукоснительно, следовала указаниям тренеров. И постепенно она достигла своего, добилась своего. Сегодняшний результат говорит о том, что технические дисциплины – это преимущество. Это конек нашей сборной команды. Это конек именно. Потому что мы всегда были в них сильны. Я когда вспомню все время на финале Кубка мира, на финале Кубка Европы, именно только за счет технических дисциплин мы как раз набирали нужные очки и выигрывали в общем зачете Кубки. Варвара, браво! И не просто победила Мари Буше Варвара Ворончихина. Она привезла восьмикратно олимпийской чемпионке 3,5 секунды по итогам двух попыток. Это говорит, что это не случайность. Это говорит о том, что это не проигрыш спортсменский из Франции, а наоборот, что она сумела собраться и доказать, что успех на первой попытке был не случайным. Она упрочила, она пересилила себя и она сделала свой выигрыш абсолютным. Абсолютно верно. Выиграть у восьмикратной паралимпийской чемпионки дорогого стоит. Рано или поздно трудолюбие Варваре и тренерского состава должно было сыграть в нашу пользу. Абсолютно верно. Тем более Мари Буше, если кто-то подумал, что она совершила какие-то ошибки, нет. Очень хорошо тоже прошла дистанцию, но Ворончихина быстрее прошла дистанцию, а это главный критерий победы в горных лыжах. Что же, браво, друзья, у нас есть сегодня у сборной России две золотые награды усилиями наших прекрасных дам Юлии Моссовой и Варвары Ворончихиной. Радуемся все вместе, радуемся всей страной, радуемся всем островом Сахалин. Есть две золотые награды, но, как мы знаем, вот она Варвара Ворончихина, но, как мы знаем, аппетит приходит во время... Молодец! Довольная сейчас своим результатом. Браво, Варя, браво! Улыбчивая девушка, довольная. Победителей не судят, и это главное. Аппетит приходит во время еды. Мы, российские болельщики, хотим еще сегодня увидеть несколько медалей в исполнении, несколько побед в исполнении наших спортсменов. Итак, давайте посмотрим результаты. Юлия Моссова первая, Лидия Флигель станет теперь у нас... И становится серебряным призером. Таким образом, у нас уже сегодня два золота и одна серебряная награда. Варвара Ворончихина на первой позиции с солидным преимуществом над Марией Боше и Анастасия Хорошова, пусть и далеко от призовой тройки, но на четвертом месте. Я хочу сказать, что теперь по итогам этих двух дисциплин у сборной России 18 наград, из них 4 золота. И в среднем в предыдущие соревновательные дни мы по 3 награды завоевывали. Это там одно серебро и две бронзы было в среднем. И получается, впереди еще 4 дисциплины, нет, 3 дисциплины, и у наших спортсменов будет возможность результат свой личный улучшить. Выиграть за один день более трех медалей. Вот она, наша сборная, посмотрите. Это как раз спортсмены, представляющие собой группу слабовидящих спортсменов, именно среди мужчин, которые сейчас готовятся принять старт второй попытки в гигантском слаломе. Ну а мы не сказали про Лорд Стивенс. Очень много было хвалебных слов у нас в адрес Варвары. И мы упустили выступление Лорд Стивенс. Я думаю, что вы, друзья, сами все видели. Лорд Стивенс спокойненько преодолела вторую попытку в гигантском слаломе и выиграла для себя уже, получается, как бы не ошибиться, 6-е золото Сахалинского этапа Кубка Мира в группе сидячих женщин. Поздравляем американку. Поздравляем, Лорд Стивенс. Неплохой результат. Ох, красота-то какая! Прекрасный вид на трассу, прекрасный вид на всю сопку Южно-Сахалинске, на нужную базу. Это команда слеперов, которые по любой команде могут исполнить свои обязанности. А именно после прохождения группы участников трасса приводится опять в боевую готовность и готова к выступлению спортсменов. Вот как раз сейчас выступление спортсменов в следующей группе. Мы как-то наблюдаем. Это Марек Кубач, абсолютно тотальный слепой горнолыжник. И его гайд Марина Затовикова сейчас на дистанции. Фактор 60-43. Давайте еще раз послушаем, как лидер руководит своим спортсменом. По трассе у нас установлено много интершумовых микрофонов, поэтому мы прекрасно слышим, что происходит. Притом, вы знаете, что касается правил старт-интервала, как правило, на судейской заседании устанавливается определенный один старт-интервал между стартующими участниками. А что касаемо полностью тотально слепого горнолыжника, существует четкое правило. Пока он не финиширует, старт следующему участнику не разрешен. Это правильно с точки зрения безопасности. Абсолютно верно, потому что все-таки это особая группа горнолыжников, спортсменов. И к ним определенное такое некое снисхождение в правилах присутствует. Ну, это можно понять, абсолютно верно. Тем более, сейчас мы видим, что он, возможно, может замедлить ход. Может усвоиться сейчас. И зачастую здесь нельзя ориентироваться просто только на тот старт-интервал, который дан для остальных. И даже добавим, что, учитывая именно эти особенности, перед стартом этой группы горнолыжников, диктор объявляет для того, чтобы зрители уважили их выступление, соблюдать полнейшую тишину, чтобы спортсмены полностью постарались воплотить свое мастерство, слышать друг друга, понимая друг друга своим особым языком. Браво, браво, Марек Кубачко, 1988 года рождения, этот словацкий горнолыжник. И, по большому счету, он дебютировал на сахалинском этапе Кубка мира. Был он в заявке в предыдущих дисциплинах, но в последний момент не стартовал. Здесь же, в гигантском слаломе, Кубачко уверенно провел две попытки, финишировал. И огромный молодец, Марек. Браво, Марек. Причем, вторая попытка, надо сказать, у него по результату на две секунды почти лучше, чем первая попытка. При том, что трасса на одни ворота больше. Иван Францев, победитель супергиганта, вместе со своим лидером Германом Аграновским готовится к гигантскому слалому. Вот микрофон. На комментатора похож, кстати говоря. Да, с одной стороны, да. Как видите, вот различия у слабовидящих горнолыжников и у тотально слепого. У слабовидящих горнолыжников используется своим гайдом именно ту гарнитуру, которая встроена в шлема. И они с помощью нее могут переговариваться между собой. Они сначала обговаривают на просмотре, какие слова будут говорить, что, какие команды. А у тотально слепого горнолыжникова, если бы вы заметили, у гайды используется мегафон. И поэтому все ее команды воочию мы все слышат вокруг. И также и болельщики, и судьи. Это вот такое существенное отличие. Как подбирают друг друга спортсмен и лидер? Ну, это, скажем так, такой сложный процесс зачастую. И тут необходимо, чтобы уровень ведущего спортсмена соответствовал уровню подготовки слабовидящего спортсмена. Так происходит быстрее скатка, скажем так, в процессе тренировочном. Вот сейчас мы наблюдаем Вариля Редкозубова, который идет по дистанции со своим гадим Евгением Героем. Они прекрасно скатанные. Вот, прекрасно скатанные, работают вместе с 13-го года. Успешно выступили на Паралимпиаде в 14-м году в Сочи, завевав два золота и бронзу. И продолжают дальше работать. Отмечу, что Редкозубов самый возрастной спортсмен всего этого сахалинского этапа Кубка мира. Он 72-го года рождения и продолжает на высоком уровне соревноваться и выигрывать медали. В первой попытке Редкозубов показал четвертое, прошу прощения, третье время. Одна 16-45. И будем надеяться, что не хуже он преодолеет вторую попытку. Понятно, что по интервалам он опережает Тамару Кокубачку. Здесь даже и вопросов быть не может. Из Красноярска родом Валерий Редкозубов. Большой фанат горных лыж. Да, занимается им с детства. Даже когда я ночью был зрячим. Тем не менее продолжил даже после травмы. И сейчас финиширует с отрывом 10 секунд 79 сотых. Расскажите, пожалуйста, я знаю Вячеслава очень хорошо, знаете Валерия Редкозубова. Какие у него качества? Он очень упорный. Вот это надо знать. Он всегда, скажем так, несмотря на какие-то трудности, всегда борется за то место, которое он заслуживает. По его мнению, скажем так. У него даже есть такой, скажем так, девиз, его жизненная кредо, что-либо действовать вне рамок предложенного. Вот это да. Это Валерий Редкозубов. А сейчас на дистанции другой россиянин Иван Францев, который уже является обладателем золотой награды Сахалинского этапа Кубка Мира в супергиганте. Иван Францев в первой попытке гигантского слалома здесь стал вторым с результатом 1-14-80. Сейчас попытка номер два. И уже 2 секунды 98 сотых он выигрывает сейчас у Валерия, у своего товарища по команде на первой промежуточной отсечке. На второй немножко сбавил 2-52, но тем не менее сохраняет преимущество. И это главное. Вот посмотрите, сложилось впечатление, что немножко далеко уехал Герман Аграновский от Ивана Францева. И Герман чуть-чуть притормозил, посмотрел назад и подождал Ивана Францева. Да, чтобы быть нормальным ориентиром. Мы видим, что он в яркой, в яркой форме. Для того, чтобы четко, четко за ним следовал его ведомый. И очень немаловажно, ведь дело в том, что существует четкое правило. Если в технических дисциплинах, в гигантском столбе, ведущий спортсмен оторвется от своего словечного спортсмена более чем на одни ворота, это дисквалификация, это грозит дисквалификацией. Первый промежуточный результат, 1 секунда 89 выигрыша. И сейчас решит все вот как раз эта пара. Из Словакии Мирослав Хараус и Мирослав Худек. Да, впереди еще выступление представителей сквадра Адзурры, Бертаньоли и Равелли. Но очень важен этот заезд. Словакии Мирослав покидает зону трассы. Это означает, что у сборной России, друзья, будет две медали. Не буду пока называть золотые, серебряные или бронзовые. Дождемся финиша итальянца теперь уже. Но Мирослав Хараус не финиширует вторую попытку. Соответственно, он будет вне призовой тройки. 100% францев с медалью, 100% редкозубов с медалью здесь. В гигантском слаломе. Вопрос какой? Неудача постигла Мирослава Харауса. Ну, что ж такое бывает, это спорт. Видно, что он боролся. Это видно, что он боролся. Смотрите сейчас, как он завалился на внутреннюю лыжу сейчас. Ошибся сейчас. Это была сугубо техническая ошибка. Ну, довольно крутой участок сейчас там, вот, в этом месте. Ну, укатанный и скользкий. И укатанный и скользкий. Абсолютно верно. Мирослав Хараус выиграл первый скоростной спуск. Здесь, естественно, он еще и несколько раз был на объезде ставок почета. В других дисциплинах. Но в гигантском слаломе он будет без медали. Мирослав Хараус представитель Словакии. Он 1986 года рождения. Долгое время был третьим, четвертым, пятым номером в своей сборной. Но через труд, через терпение дорос до лидера национальной команды. Итак, внимание, итальянцы. Очень сильные, эмоциональные, подвижные. Уверенные в себе. Да. Бертаньолли, 99-го года рождения. И его лидер Андреа Равелли. Очень скатанный тандем. Великолепно работают. Посмотрите. Притом умеют работать во всех дисциплинах. Это очень универсальные спортсмены. Да, несомненно. Вы убедились в том, что уже выступают они и в скоростных дисциплинах, и в технических. И готовы держать лидерство во всех дисциплинах. С ними надо считаться, что говорить. Сильные соперники. На первой отсечке преимущество над Иваном Францовым в 6 секунд и 25 сотых. Да, это заявка на медаль. Серьезная при том заявка. Причем на золотую медаль. Да. Я хочу обратить внимание, что итальянцы очень стабильны. Они практически не совершают ошибок при прохождении дистанций любой сложности. Абсолютно верно. Так оно и есть. И при том, они чувствуют себя хорошо на любой поверхности. Будь то снег, будь то лед. И даже не важно, как поставлена трасса, какая конфигурация. Они работают на любой трассе. Молодцы. Да, очень хорошая подготовка тренерского штаба. Естественно, хорошая аналитика трассы. Просмотр тоже проводят. Я обратил внимание, что во время просмотра трассы итальянцы появляются раньше остальных. Да! Да. 17.39 у сборной Италии. Это уже. Это уже. Секундочку, чтобы дать зрителю точную информацию. Раз, два, три, четыре. Пятая золотая награда Паралимпийского Кубка мира здесь на Сахалине. Ну а мы, друзья, поздравляем сборную России. У нас в этом виде две медали. Да, серебро от Ивана Францева и бронза от ветерана планетарных горных лыж от красноярского горнолыжника Валерия Редкозубова. Редкозубова, причем, причем, я вспоминаю здесь Паралимпиаду в Пьенчхане, когда в одной из дисциплин Редкозубов в борьбе как раз таки с Хараусом выиграл бронзу. И вот тогда Хараус тоже совершил ошибку, благодаря чему Редкозубов стал призером очередной для себя Паралимпиады. Вы знаете, я тоже вспомнил сейчас об этом. Валерий Редкозубов завоевал в Пьенчане две бронзовые медали, и обе медали он завоевал, по сути дела, в результате неудачи как раз самого Харауса. В один раз Хараус также упал на трассе, а второй раз он был дисквалифицирован. И сейчас история повторяется, Валерий Редкозубов завоевает бронзовую медаль как раз из-за, по сути дела, из-за неудачи Харауса. Так что у них двоих там свои счеты между собой, по сути дела. То есть это как раз и говорит, что опыт всегда берет верх над молодостью. Да, абсолютно верно. Молодой горячий Хараус. Умение пользоваться ошибками соперника – это тоже мастерство. Абсолютно верно. Сейчас как раз молодой горячий Хараус своей рискованной манерой сейчас как раз сыграл в пользу нашей команды, в частности Валерий Редкозубов. Хотя по большому счету он мог спокойно преодолеть вторую попытку и стать, ну как минимум, бронзовым призером. Но все-таки спортсмены – люди максималисты. Мы с вами максималисты, да, и пытаемся достигнуть максимального результата, будь то в комментаторской работе, будь то в спортивной работе, согласитесь. Абсолютно верно. Амбиции движут нами. И это нормально для спортсменов. Ты всегда должен быть лучше. Всегда, каждый день стараться совершенствоваться и добиваться чемпионских результатов. Все верно. Иначе нет смысла. Пословица «сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня» – она всегда живее всех. И она актуальнее, как никогда сейчас, в том числе в паралимпийских горных лыжах. Таким образом, друзья, у нас получается, я беру ручку, карандаш, как Ленин говорит, память должна быть на карандаше, и подсчитываю с большим удовольствием награды нашей сборной. Пока мы ожидаем старт участников мужчин стоячих. Их вот мы видим в капюшоне с российским триколором на груди. Это Андрей Духнин, ответственный за экипировку в нашей сборной, главный поставщик костюмов. Андрей – большой фанат горных лыж. Сегодня, кстати говоря, с ним утром перед первой попыткой я поднимался на трассу в кабинке. Много интересного он рассказал про новые костюмы, про новые куртки, про технологии. Итак, у нас Сергей Александров отправляется на дистанцию. Вячеслав, Раис, пока комментируйте, а я буду подсчитывать количество наград. Ну, Сергей Александров сейчас, совершая второй заезд, стартует первым, так как в первой попытке он оказался на самой последней строчке промежуточного протокола, и поэтому открывает вторую попытку в группе «Стендинг». Вполне уверен, и намного, посмотрите, движется, чем было в первой попытке. Ну, оно и вполне закономерно это. Но для Сергея самый главный соперник – это, по сути дела, он сам. Это его внутренние сомнения, те, которые подсказывают ему, что, возможно, может, и не стоило выходить на стад, поберечь себя. Но Сергей, в первую очередь, борется с ними. Ведь самый-то важный соперник внутри себя сидит. Вот именно его, в первую очередь, и должен побороть Сергей. Молодец, в любом случае, в любом случае, ему тяжело сейчас на трассе. Он и после болезни. Он еще толком не восстановился. Тем не менее, он борется с самим собой, борется с трассой, борется с жестким ледяным покрытием. Да, мы все время, смотря на его прохождение по трассе, думаем, что он борется не только со временем, а именно с трассой, с конкретным доездом до финиша. Но это действительно правильные слова. Что, в первую очередь, главный соперник у него сидит внутри самого себя. Абсолютно верно. Сейчас в Санкт-Петербург, если вы смотрите сейчас выступление своего земляка, гордитесь. Гордитесь. Сына полка, да, питерского? Да, абсолютно верно. Можете гордиться своим спортсменам. Там у нас в Питере все время, каждое субботу, воскресенье проводятся соревнования. Кубок ветеранов Санкт-Петербурга. То есть, непосредственный участник этих соревнований Сергей Александрович. Замечательно, великолепно. Сергей доехал до финиша. Браво, Сергей. Результат второй попытки у Александрова. Одна минута, 36 секунд и 9 сотых. Я хочу сказать, что Александр не только спортсмен, не только хороший человек, но и профессионально занимается, как сказать, фотолюбителем. Он профессионально занимается фотографией и в его инстаграме. Подписывайтесь, дорогие друзья, на инстаграм Сергея Александрова. Очень много интересных снимков. Да, в фейсбуке много его различного рода фоторепортажей, хороших эмоциональных описаний. И у него много подписчиков, которые постоянно восторгаются его описанием тех или иных событий. И пока Спенсер Вуд, американец на дистанции. Он занял в первой попытке 11 место. Я все-таки о приятном. 20 медалей уже разного достоинства у сборной России. 20 юбилейных наград. Из них 1,5 медалей. Драгоценные, золотые. 4 золота. Это очень хороший результат для нашей команды. И если до сегодняшнего соревновательного дня каждый день наши спортсмены в копилку бросали по 3 медали, то сегодня они перевыполнили свою норму среднюю почти в 2 раза. Сегодня 5 медалей. Из них 2 золота, 2 серебра и 1 бронза. Это как раз тот момент, когда количество переходит уже в качество. Абсолютно верно. Те соревнования, тем не менее, пока еще не закончились. Они продолжаются. На трассе Томас Грохар, представитель Австрии, группы LW2. Вот, едет он на дне с помощью аутеридерфа. Невероятно тяжело ему сейчас справляться с этой трассой. Тем не менее, он это делает. Определенную часть видимых ошибок совершил на верхней части, но не потерял ритма. Продолжает движение по трассе. Довольно-таки близко. Посмотрите, как ему сложно, кстати, атаковать близко летающие фляги. Ведь дело, что спортсмен, который едет с обычными палками и без них, он может ближе, намного ближе к флагу проходить и атаковать его. А спортсмен, использующий аутригеры, делать это невероятно сложно. Потому что он не может близко подойти к флагу. Потому что в руках у него так называемые аутригеры. Если он, скажем так, ближе может подойти, он может будет зацепиться за ними. Он может его развернуть, травмироваться, упасть. Понимаете, поэтому выбирать траекторию этим спортсменам еще сложнее, чем спортсменам, которые ездят без аутригеров. А вот интересно, Томас мог бы выступать в категории сидячих мужчин? Абсолютно верно, мог. Но дело в том, что если спортсмен классифицируется как сидячий спортсмен, он уже обратно классифицироваться и выступать как стоячий спортсмен не может. Вот такое правило. Поэтому они предпочитают, вот эти спортсмены, выступать. В любом случае. И сейчас он финиширует с первым промежуточным результатом. 9.56 выигрыша, промежуточный результат. Ну что ж, успешное выступление в любом случае у Томаса. Какая уникальная и интересная техника прохождения ворот. А теперь Александр Алябьев. Россиянин под 25-м стартовым номером в голубом купальнике, хотел сказать. В голубом костюме, очень красивым. Уверен, что Алябьев не обидится на меня. Парень с хорошим чувством юмора и парень, за которого мы здесь очень сильно переживаем. Не хватает все-таки чуть-чуть пожурим Сашу. Не хватает ему агрессивности при прохождении дистанции. Резкости. Мы даже это сами видим по тому, как он проходит эти виражи. Что можно даже посчитать, как он должен пройти дистанцию. Но он явно нас не слышит. Мы могли бы задать ему ритм и вывести на цифру победителей. Но, к сожалению, он должен позаботиться об этом сам. Ну, давайте дождемся выступления Александра сейчас. Дождемся его конца. Вот принес я сам Федишин в черту пересечества. Сейчас на второй промежуточной отсечке 1.64 выигрыша у него пока. Промежуточный пересечет Томасом Грушаром. И будет на первой промежуточной позиции, скорее всего, Александр Алябьев какое-то время. Ждем. Да, так оно и есть. Преимущество над австрийцем. Чуть более двух секунд. Давайте посмотрим. Теперь сравним первую попытку Алябьева 1.14.99 и вторая попытка 1.17.20. Ну, здесь, как мы посмотрели уже предыдущего информации, на одни ворота увеличена немного трасса. Но, тем не менее, мы ожидали от Александра немного лучше результата. Джордан Бурасан, следующий участник, номер 14, из команды Франции. Здесь французы яркой мушкетерской тройкой выступают Бурасан, Бурден и Артур Боше. Артур Боше, и это пока главная неожиданность сегодняшнего дня, занял второе место в первой попытке. И вперед себя пропустил американца Томаса Уолша. Ну, здесь как-то разболтанно, расхлябанно он начал гонку. Так как трасса здесь имеет пологий участок, позволила ему собраться и дальше продолжить дистанцию. На крутом участке допустил серьезную ошибку. Сейчас он вышел по нижней линии. Очень сложно было попасть ему в следующие контрольные ворота. Потерял ли верхнюю траекторию он. И сразу же это вышло не в его пользу, вышло ему боком, видите. Уже 93 соток на второй отсечке он проигрывает предыдущему, нашему Александру Алябьеву. Вот, сейчас уже на пологой части дистанции ему очень сложно отыграть что-либо. Он старается, конечно, идет близко к флагу, сохраняет верхнюю траекторию. Но это будет наверняка ему очень сложно. Посмотрим сейчас, когда он пересечет финишную линию. Фактор 97.13 у Джордана. И время хуже, чем у Александра Алябьева. Сумарное время по итогам двух попыток. И с учетом коэффициента поправки на здоровье. Здесь мы видим его ошибку. Он вышел с крутого участка, потерял линию, поехал прямо на флаг, вышел по нижней линии. Его еще развернуло. Это серьезная ошибка. Мануэль Борден из Франции. Еще один представитель этой страны. Мы видим, что протез у него на правой ноге. К сожалению, потерял он ногу в районе Гавайев. Несколько лет назад, после нападения акулы. Ну и нашел себя в паралимпийском спорте. Да, и причем нашел очень даже неплохо. Неоднократный призер этапов Кубка мира. Универсальный гонщик. И в скоростных дисциплинах выступает, и в технических. И вот сейчас на первой отсечке Борден выигрывает у нашего Саши Алябьева секунду и 15 сотых. Посмотрим, сумеет ли он сохранить это преимущество. Пока без видимых ошибок. Уже секунда 12. В принципе, идет по тому же графику, которому и шел до этого. Проходит сейчас банан. Но здесь он с этого участка трассы выходит с большей скоростью, которую нам показал шел Алябьев. Да, это важный момент, особенно на финише, когда уже идет пологая часть. И? Секунду 14 выигрывает. Он удержал свое преимущество. Великолепное выступление Мануэля Борда. Молодец. А это Александр Алябьев. Несколько минут был в зоне лидера, в зоне билборда. Поздравляем Алябьева. Все-таки старается Александр. И, по всей видимости, будет примерно где-то на 7-8 позиции. На дежурной для себя позиции. А это Алексей Микушин, представитель Санкт-Петербургской школы горнолыжного спорта. Нам лично и с Вячеславом, и с Раисом очень нравится динамика выступления Алексея Микушина. У нас здесь, к сожалению, ошибочка наверху. И здесь. Да, к сожалению. Да, да. Перехвалили. Перехвалили. Ну, возможно, переволновался, перегорел на старт. И Алексей... Молодой еще, 98-го года рождения. Остается на трассе Микушин. Продолжает бороться с этим склоном. Развернуло. Было практически поворот под снос, где была смена градуса, смена направления. Ошибся у нас Алексей. И уже секунду 55 проигрывает на первой осечке. Очень жаль, конечно. Ну, это спорт. Да, к сожалению, Алексей у нас наделал ошибок уже на верхней части дистанции. Притом очень серьезных ошибок, которые будут стоить ему хорошего результата. Ну, это дает повод для оптимизма. Что если добиться того, чтобы эти ошибки, порожденные его горячностью, будут устранены, когда придет опыт, хладнокровие, и он будет спокойно и расчетливо, раскладывать силы на прохождение дистанции, то мы в недалеком будущем вправе рассчитывать на не то, что хорошие, но отличные результаты. Предпосылки для этого мы видим. Ну и тем более, да, тем более, даже с учетом этих трех ошибок, которые мы увидим сейчас в повторе, Алексей Микушин показывает... С остановкой. Фактически с остановкой, да. Молодец. Алексей Микушин показывает абсолютно лучший результат по сумме двух попыток и опережает двух французов. Какое-то время Алексей Микушин будет в зоне лидеров. И на самом деле, я вот уже сейчас скажу, осталось не так много участников второй попытки. А если быть точным, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть участников, вот вместе с Томасом Филом из Швейцарии и Алексей Микушин, уже мы можем говорить о том, что покажет для себя абсолютно лучший результат на Сахалинском этапе Кубка Мира. Как минимум пятым он будет точно. Ну, давайте дождемся выступления остальных участников. Томас Фил сейчас идет с опережением Афика на 2,46. Очень грамотно проходит этот участок. На верхней части дистанции надел какое-то определенное количество ошибок. Но, тем не менее, все равно. Швейцарский ветеран продолжает движение по трассе. Немного в задней позиции. Он сейчас сделал очень ошибку серьезную. Опустил свою траекторию. 2,21 немного сбавил. Ну, и здесь. Тоже была ошибка. Мы видели с вертолета. Такое ощущение, что не в лучшей форме сейчас находится вообще Томас Фил. Ну, тем не менее, все равно защищает цвета швейцарского флага. Да, он очень опытный. 87-го года рождения. Но мы видим, что нестабильность в его результатах просматривается на Сахалинском этапе. В итоге вторую попытку Фил преодолел на 4,5 секунды хуже, нежели первую. А на старте следующий участник Марс Кузальхер, представитель Австрии. Сильный очень специалист в скоростных дисциплинах. Он выиграл здесь супергигант, а сейчас, по всей видимости, не финиширует падение. Абсолютно верно. Сейчас заварился он сейчас на внутреннюю лыжу. И это дает какие-то шансы на то, что наш Алексей может подняться выше по итоговому финишному протоколу. Ну, раздосадован Маркус сейчас. В общем-то, не ожидал он такого результата. Собирался бороться он все-таки за высокие места. Но, тем не менее, сейчас ошибка говорит сама за себя. Давайте посмотрим еще замедлено. Да, как раз. Вот, вот. Перенос веса тела на внутреннюю ногу. На внутреннюю, абсолютно верно. Ну, надо отчасти сказать, что все-таки недуг, по которому он классифицирован свой, он как раз проявляется именно в правой ноге. И самые тяжелые повороты, самые сложные ему приходится преодолевать именно на правой лыже. Вот. И как раз сейчас это сыграло не в его пользу. Падение, сход с дистанцией. Как у нас говорят, видимо, он встал сегодня не с той ноги. Возможно, да, не с той. Возможно, так и есть. А это Сантори Кивери, дебютант этого этапа, молодой финский спортсмен, перспективный спортсмен, надо сказать. Тем более, единственный представитель Финляндии. Да, он 2000 года рождения. Самый молодой, так же, как и Артур Боше. Который он сейчас видим на старте. Да, оба 2000 года рождения. Но Артур Боше молодо, да не зелено, хочу сказать. Он 2000 года рождения. Здесь уже стал неоднократно победителем скоростных дисциплины. И сейчас, после первой попытки, Артур Боше на второй позиции. Хотя мы с вами вспоминаем супергигант, который был два дня назад, когда Артур Боше рисковал где-то в определенный момент и не смог финишировать. Вообще, впервые на сахалинском этапе остался без награды этот молодой и уже титулованный француз. Сейчас идет с опережением графика на 3,7 секунды. Небольшие ошибки допускает он, но пока держится на дистанции. Посмотрим сейчас по ходу прохождения трассы на вторую отсечку. На любой трассе, как обычно бывает, формируется какой-то особо определенный опасный участок, по которому всегда можно посудить, какое время покажет спортсмен. Вроде бы, как мы видим, он прошел его достаточно уверенно. 4,03, а показывает он сейчас на промежуточном фотофинише второй отсечки. Посмотрим сейчас на финише. Финиширует. С хорошей скоростью подходит к финишу и 5,22 выигрывает у Алексея Микушина. Ну что, я хочу сказать, Алексей несколько минут был лидером. Пробежуточным лидером. Да. И имеет еще шансы. Имеет еще шансы. Имеет еще шансы на медаль. Ой-ой-ой, чуть не упал здесь Артур Боше. Устал, по всей видимости, Артур. Ну, что же поделать. Он выложился, по всей видимости, на трассе. Так, следующий участник – это, по-моему, Ника Паянчич, представитель австрийской команды. Так и есть. Ощ по низкой линии траектории. Выходит он сейчас в бугра. Поворот под снос. Продолжает движение по трассе. Здесь тоже допускает небольшую ошибку, которая будет стоить ему предупрогреш. И продолжает ошибаться он сейчас по траектории. Здесь пытается исправить. Закрывается стойку. 89 сотых проигрыша сейчас относительно графика Артура Боше. Ника Паянчич в первой попытке квалифицировался третьим. С результатом 1-12-65. Я напомню, что первую попытку в гигантском слаломе выиграл американец Томас Уолш. Он сегодня претендует на высокие места. Судя по тому, как он ехал первую попытку, это было видно, очевидно, что он вышел сегодня бороться за медали. Это была заявка на победу. Да. Продолжение его первого заезда. Хочу отметить Артура Боше. Если мы смотрим на результаты и сравниваем первые и вторые попытки каждого из участников вообще сегодня в течение всего соревновательного дня, то Артур Боше чуть ли не единственный спортсмен, который вторую попытку, а дистанция во второй попытке сложнее, так вот вторую попытку француз преодолел на 39 сотых лучше, чем первую. Да, при том, что трасса на одни ворота больше. Это говорит о том, что в вторую попытку он просто выложился. А вот сейчас мы видим, как Сантери Кивери сейчас стартует, принимает гумбку. Мы сейчас видим, что номер у него, скажем так, несколько выпирает. Это как раз его рука, та рука, которая у него является нерабочей, это именно как раз этот его дуэдук. Она, скажем так, привязана или жестко зафиксирована относительно его корпуса, относительно его тела. Это обязательное условие, чтобы соответствовать своей группе, квалификационной группе LW-681. LW-681, уважаемые зрители, мало ли об этом что говорить, но тем не менее нерабочая рука должна быть четко зафиксирована к телу. У нашего Алексея Микушина точно такой же фактор, точно такая же группа LW-681. Да, но у него рука практически отсутствует по плечевой сустав. У Сантери она присутствует, но так как она нерабочая, она во избежание какого-либо травматизма дальнейшего, она должна быть у нее четко зафиксирована, что мы и наблюдаем сейчас. Кивере здорово идет по дистанции, агрессивно работает и выигрывает у Буше на второй промежуточной отметке 0,35 секунды. Здесь совершает несколько таких, ну, еле-еле заметных погрешностей. Поможет ли это ему, помешает ли это ему сохранить скорость на финише? Помешало! Именно, да, сейчас у него секунда 59 проигрыша, действительно, Артура Буше, вторая промежуточная позиция у него. Но, тем не менее, здорово, стремительно ворвался в горнолыжную семью Сахалинскую, этот финский горячий парень. И здесь, мы отметим, будет выступать в технических дисциплинах. Ну что же, на старте лидер по итогам первой попытки в гигантском слаломе американец Уэлш. Смотрим. Хорошо начал дистанцию по трассе сейчас Томас Волш. Довольно-таки неплохо идет, рискует. Старается выдержать траекторию необходимую. Пока особо без видимых ошибок. И, смотрите, весьма уверенно он идет по трассе. Весьма уверенно закрывается здесь на пологом участке. И секунду 78 выигрывает у Буше. Солидно, очень динамично, очень интенсивно работает Уолш. Довольно-таки агрессивно. Это самое неважное. Вот сейчас будет самый опасный поворот. Перед которым он слегка сбросил скорость. И, тем не менее, на второй промежуточном фотофинише 1.71. Практически особо ничего не потеряв. Оп, здесь очень большая ошибка была. Атаковал сильно флаг. Хватит ли ему этого преимущества? Смотрим финиш. Наверное, будет. Смотрим. Да, и есть, есть минимальное преимущество Уолша. Получие секунды потерял он на этом повороте. Тем не менее, удалось. За дело хватило. Да, за дело хватило. 21 сотая секунды и золотая медаль у Тобаса Уолша. Да, и таким образом звездные полосатые сравниваются по количеству золотых наград за сегодняшний соревновательный день со сборной России. Теперь и у американцев, и у россиян по два золота. Но в активе нашей команды, помимо золотых наград двух сегодня, еще и две серебряные медали, а также одна бронза. Браво, Томас. Итак, друзья, мы продолжаем наш репортаж. Для вас работает у микрофона влюбленный в Сахалин, а как здесь не влюбиться в этот регион, Андрей Симонов, а также тренер сборной России Вячеслав Молодцов и многократный призер всесоюзных соревнований по горнолыжному спорту Раис Сайфулин. И мы с вами ожидаем сейчас заключительный вид программы соревнований среди сидячих мужчин. И здесь, по итогам первой попытки, в лидерах у нас пока Эндрю Курка. Американец. Он выиграл 6,5 секунд по итогам первой попытки у Мурата Пили. У швейцарца. К сожалению, еще один участник здесь должен был выступить в первой попытке, но в последний момент не стартовал. Отказался от соревнований поляк Игорь Сикорский. Пока временное затишье на трассе. После прохождения такого агрессивного участника, как Американец, который буквально смел нижнюю часть трассы, идет подготовка трассы к прохождению следующими участниками. А именно, флаги, которые были сдернуты с древок, сейчас судьями возвращаются на свои места. Ну, а зрители, участники терпеливо ждут, когда будет трасса готова, все будут настроены, все ждут результата. Настраивается сейчас на прохождение трассы Эндрю Курка. Даже что-то насвистывает себе под нос веселое такое, да? Да, но мы скажем еще раз, что Эндрю Курка здесь является самым популярным спортсменом. И после церемонии награждения к нему регулярно подбегают болельщики, волонтеры, фотографируются, берут автографы. Сам Эндрю Курка очень любит приезжать в нашу страну. Он родом из Аляски и жил в деревне Николаевка, в русской деревне. И даже немножко разговаривает на российском языке Эндрю Курка. Такой безбашенный по-настоящему спортсмен. Это немного роднит его вместе с нами. Да, абсолютно точно. Я поэтому и привел критерий его характера. Я полагаю, что раз он рос в российской деревне на Аляске, то и чувствует себя здесь тоже хорошо, замечательно. Ибо наверняка, раз русский менталитет, более теперь понятен. Ну и также, кстати говоря, американским тренером стал более понятен наш российский менталитет. Мы дружим с американскими наставниками. Очень интересные тренерские бригады. Итак, Мурат Пелит. Вечтав, я знаю, вы часто тоже с этим спортсменом общаетесь и привозите ему разнообразные сувениры. Да, знаю его довольно-таки давно очень. Я так и помню, сам еще тренировал сидячего спортсмена такого же. И поэтому, соответственно... Знаете особенности. Да, знаю особенности. И поэтому, в частности, с Муратом, мы помним, в дружеских таких тесных отношениях всегда были. Вот. Всячески, когда вот он выступает, я болею за него. А как иначе-то? Вот. Сейчас он проходит дистанцию. Раис, а вы за кого сегодня болеете в этой категории? В отсутствие россиян? Ну, если говорить в отсутствие, то наши точки зрения совпадают. Хорошо, тогда я буду переживать за Савилатевскую. Пожалуйста. Эндрю Курка. Да, абсолютно. Эндрю. Ну, так, чтобы интересно нам было. Да, да, да. Ну, тем не менее, Мурат, смотрите, старается держать, старается выдерживать траекторию. Сложно ему. Сложно его. С его группой, его классификационной группой, с его провеждением очень сложно сходить в технические дисциплины. Они более склонны к скоростным дисциплинам. Тем не менее, смотрите, он старается. Да, ошибается. Видно, что у него пыль летит абсолютно сильно из-под лыжи. Зачастую ошибается он в траектории. Видите, далеко идет от флага. Ну, оно и понятно. Дело в том, что сидячие спортсмены используют аутриггеры. И близко подъехать, взять флагу. Да, нельзя. Нельзя. Иначе можно завалиться. Да, зацепиться просто. За верху зацепиться. Да, аутриггером сейчас. И все. Тем не менее, доезжает успешно до финиша. Браво, Мурат. Время заезда, Мурат. Браво. 2.44.51. Смотрите, как он радуется тому, что он финишировал. Тем более, на такой скорости одно неверное движение и... Ну, и теперь ваш тезка, Андрей. Да, Эндрю Курка. 29-й номер. И давайте обратим внимание на работу этого безбашенного американца. Очень агрессивно ведет себя на трассе и в скоростных дисциплинах, и в технических. Хорошо передвигается интенсивно. Хорошее угловое положение у него при прохождении виражей. И хорошие цифры. И 9.76. Хочу отметить, что чувствует, конечно же, преимущество и чувствует в себе силы после первой попытки Эндрю Курка. Поэтому мне кажется, что чуть-чуть где-то он подстраховывает себя. Обычно он более агрессивно действует на дистанции. Если все зависит от одной попытки. Разумеется, каждый спортсмен прекрасно понимает. Когда ему нужно рисковать, а когда и не очень. То есть степень риска понимает каждый, абсолютная. А 11.75 сейчас преимущество перед Муратом. И тем не менее продолжает движение. Практически ложится на снег. Обратите внимание. Вот свою монолыжу он практически ложит на снег. Ох, как непросто. Этим спортсменам снаряжение весит в районе 25 килограммов. И таким образом Эндрю Курка выигрывает для сборной Соединенных Штатов Америки сегодня третью золотую награду. И американцы в лице Лор Стивенс у сидячих женщин, Эндрю Курки у сидячих мужчин и у стоячих мужчин в лице Томаса Уолша являются обладателями сегодня трех золотых наград. Но мы, представители России, сегодня стали вторыми в общем медальном зачете по итогам дня. У нас, напомню, два золота, две серебряные награды и одна бронза. Давайте еще раз коротко подведем итог выступления сборной России в гигантском слаломе. По итогам двух попыток. Среди слабовидящих женщин золото от Юлии Моссовой и серебро от Лидии Флигель. В категории стоячих женщин золото у Варвары Ворончихиной. Долгожданное золото и долгожданная победа над восьмикратной паралимпийской чемпионкой. Ну и две медали мы завоевали в категории слабовидящих мужчин. Иван Францев стал серебряным призером вместе со своим лидером Германом Аграновским. И многократный паралимпийский чемпион, ветеран планетарных горных лыж, красноярский спортсмен Валерий Редкозубов вместе с лидером Евгением Героевым стал бронзовым призером. Целый урожай медалей сегодня. И столь нужная, очень важная победа Варвары Ворончихиной в отсутствии нашего фаворита первого номера команды Алексея Бугаева. Вот еще раз надо заострить внимание. Столь необходимая сегодня победа, она очень была важна сейчас. Это такие, знаете, переломный момент по ходу этих соревнований. Сегодня Варя совершила такое, скажем так, казалось бы невозможное. Ну как можно победить восьмикратную паралимпийскую чемпиону? Можно. И Варвара делом доказывает дело. Молодец. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот, наконец-то. Я тоже поздравляю нашу паралимпийскую сборную. И хотелось бы добавить, что в отсутствие нашего лидера, бремя лидерства завалилось на хрупкие девичьи плечи. Итак, таким образом у сборной России по итогам шести соревновательных дней двадцать медалей разного достоинства, из них четыре золота. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Для вас с большим удовольствием у микрофона работали комментатор Андрей Симонов, а также тренер сборной России Вячеслав Молодцов и многократный призер всесоюзных соревнований Раис Сайфулин. Любите горные лыжи так же, как мы. Любите горные лыжи больше нас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин